Монолитное домостроение частных домов набирает обороты. Этот вид домостроения пришел с больших строек. За рубежом эта технология появилась в середине прошлого века. Одно из основных преимуществ такого метода строительства это себестоимость. Остановимся немного на себестоимости на примере первого этажа. Коробка этого дома 13 740 на 8200 мм. Высота стен 3000 мм, толщина 150 мм. На все стены первого этажа, включая внутренние, потраченные арматуры 1500 кг. Бетона 26,3 куба. Есть стены, правда, с толщиной 200 мм. Но это исключение, так как в них сделана вентиляция. Как видите, затраты на материалы минимальные. Но это еще не все. Плюс от таких тонких стен это дополнительные полезные квадратные метры. Возьмем, к примеру, коробку дома 10 на 10. Без внутренних стен мы на выходе получим 97 квадратных метров. Если стены будут составлять 400 мм, то на выходе мы получим 92 квадратных метров. На 5 квадратных метров меньше. Это не считая, что у нас есть внутренние стены. С внутренними стенами потери составят от 10 до 15 квадратных метров. При условии, что внутренние стены будут с толщиной 250 мм. Еще преимущество таких домов. Эти дома по отношению к кирпичным на 15-20% легче. Этим самым мы уменьшаем нагрузку на фундамент. Это ведет к удешевлению самого фундамента. Такие дома самые крепкие, сейсмостойкие, практически бесшовные. Технология подразумевает выставление опалки и заливание туда бетона. Этим самым мы, естественно, повышаем показатели тепла и звукопроницаемости. Сейчас на экране мы видим комнату санузла, в которой в стене находится душевая кабина. Потолок душевой кабины представляет площадку лестничного марша на второй этаж. Сама душевая кабина держится на одной внешней стене. Сразу скажу критикам. Озел этот еще не готов. Так что здесь не смотрите, как связана арматура. Еще одним достоинством монолитной железобетонной конструкции это низкая паропроницаемость стен. У нас бытует мнение, что хорошие стены, которые дышат. Нет. Сразу вам скажу. Хороший дом, который не дышит через стены, а который дышит через приточную вытяжную вентиляцию. Прошу обратить ваше внимание, что в таких домах при строительстве должен быть у вас проект на электрику, на водоснабжение, на все. То есть вы должны заложить футляры. Вот канализационные трубы. Это футляры для прокладки отопления на второй этаж. Белые трубы. Это футляр для прокладки электрики в дальнейшем. Смотрите, сколько тут всяких трубок, вентиляции, дымоходы. Все уже сразу заложено. Это мы видим. Первый этаж как выглядит. С кучами трубок. Если вы это не сделаете, то в дальнейшем штробить эти стены, долбить, выдолбливать, потом прокладывать, потом замазывать это все, обойдется вам очень дорого. Вот мы поднимаемся с вами на второй этаж. Лестницы сразу вы видели. Все заотлиты. Плита перекрытия 150 миллиметров. Ушло бетона 24 куба. Арматуры 2360 килограмм. Толщина арматуры 12 миллиметров. Расход по бетонной арматуре приведен вместе с балконом второго этажа. Итак, мы на втором этаже. Смотрим, что у нас здесь получилось. Расход бетона на стены второго этажа немножко выше, так как здесь больше всяких перегородок. 31 куб. Также арматура тоже больше 1830 килограмм. Толщина стен на втором этаже также 150 миллиметров. где вентиляция 200 миллиметров. Высота стен 2900. Арматура также десятка. На картинке сейчас показано углубление балкона и санузла. То есть плита. Перепад идет на 10 сантиметров. Кстати, заливалось все разом. Арматура вся единая. Для чего сделано это углубление? Так как у нас там будет теплый пол. И чтобы теплый пол в дальнейшем не был выше поверхности пола в основных комнатах, сделали плиту изначально ниже. На балконе для чего это сделано? Там будет лежать утеплитель. С этим я думаю, что всем все понятно. Сейчас появится картинка. Уже готового второго этажа. Частично с опалубкой. Вот она. Вот как опалубка выглядит. Вот как выглядит второй этаж. Внизу под видео будет ссылка на строительство этого дома. То есть видео ускоренной съемки. То есть всего лишь 5 минут. Дом растет как греб. Кому интересно, переходите, смотрите. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Кому что интересно, пишите на форуме под видео. И следующее видео будет... Для чего нужна подготовка? Для чего именно на этом доме сделана подготовка? Или как еще ее называют? Подбетонка. Далее, перед тем, как мы спустимся в цоколь, я еще расскажу вам дальнейший список достоинств монолитных железобетонных домов. Это их пожаробезопасность и инерционность материала. С пожаробезопасностью здесь, я думаю, что все понятно, вопросов никаких не будет. Теперь про инерционность материалов. Монолитные железобетонные дома, как и кирпичные дома, очень медленно остывают из-за своей инерционности. Приведу пример из жизни. Раньше часто мы ездили с палатками осенью на несколько дней. И чтобы в палатке было ночью тепло, мы в костер положили обыкновенный кирпич. Этот кирпич потом забирали на ночь в палатку без спальников, без спальников. Мы могли, грубо говоря, комфортно спать до 3-4 часов утра. То есть маленький кирпич так долго остывал. Представьте, как долго будут остывать вот эти стены. Про то, что монолитные железобетонные дома самые теплые, я думаю, уже тоже все понятно. Теперь пойдем покажу вам комнату. Это как бы комната такая гардеробная, большой шифонер. И вот в такой комнате желательно разместить, или удобно это разместить, выход на чердак. Это как одно из решений в этом доме. Заметьте, опять же, на потолке везде лампочки. Потолок гладкий, ровный, нет никаких штроб. И все вроде бы работает. То есть это все было сделано сразу. Проложены трубки. А впоследствии туда заложили провода. Спускаемся в цоколь. Еще в цоколе не были. Обратите внимание, душевая кабина клепится к одной стене. Ну и весь санузел держится на трех стенах. Так, это святая святых в цоколе котельня. Здесь расположен импровизированный щиток. Про электрику сниму вообще отдельное видео. Так что здесь рассказывать, но не буду. В котельне сразу сделано три трубы по 110 миллиметров. Это вентиляция. Заложена под дымоход асбецементная труба. Видите, футляры наверху на потолке. Это для вывода труб, чтобы не долгить плиту. Вот так выглядит у нас цокольный этаж. Здесь все стены 200 миллиметров. Сам цокольный этаж, коробка цокольного этажа, она больше, чем основной дом. Так, это утепление гидроизоляции и утепление цокольного этажа. Использован для утепления экструзированным пенополистирол 100 миллиметров. Заметьте, никаких грибов, ничего нет. Потому что если вы на грибы его будете сажать, то вы нарушаете гидроизоляцию. Цокольный этаж, по отношению к дому, коробка намного больше. То есть она 13 740 на 11 200. Стены 200 миллиметров, высота потолков 2 650. Бетон, сюда ушел 45 кубов. Арматуры на наружные стены D14 2900 килограмм. Внутренние стены D12 1100 килограмм. Внизу мы видим подготовку. На ней сделана гидроизоляция. Будет заливаться фундаментная плита. Сверху арматура 14, два ряда. Толщина плиты 200 миллиметров. Ушло туда 31 куб бетона. Арматура 4100 килограммов. Высоты от пола до потолка 2 650 этого достаточно для цокольного этажа. Сразу скажу критикам. Армирование стен цоколя только началось. То есть это незаконченная работа. Так что не критикуйте напрасно. Это только начало работы. Вот это помещение, которое выходит за рамки дома. Здесь можно разместить погреб, баню, что угодно. Вот этот выступ это лестничный марш входа в дом. Вот выглядит цокольный этаж. Вид сверху. А вот эта большая комната, длинная. Которая выходит за рамки дома. Сейчас сменится картинка. И мы попадем на плиту перекрытия между вторым этажом и чердаком. В плиту перекрытия ушло 24,6 куб бетона. Арматуры 10 и 12. 2300 килограмм. Вот шпильки, обратите внимание, желтые. Они обмотаны скотчем. Сразу советую их приварить. Обмотать скотчем, чтобы бетонную там резьбу не забило. Они предназначены для дальнейших креплений мауруата. Вот и закончили обзор монолитно-железобетонного дома. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, в обратную сторону можете пальчики загибать. Как обещал следующее видео, для чего нужна подготовка в этом именно доме. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok